Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня очень важное выступление. Прослушав это выступление, вы узнаете, можно ли заняться профилактикой шизофрении. Я считаю, что это очень и очень важно. Наш с вами разговор основан на открытии господина Мурада Султана. Вы знаете этого блогера, мы уже рассказывали о нем. Он считает, что шизофрении не бывает у плохих людей. Он сделал это открытие, сделал это открытие на своем блоге. Это настолько значительное открытие, это настолько значительный вклад в мировую психиатрию, что я обязательно должен это все процитировать. На мой взгляд, шизофрения это самое, я скажу так, шизофрения это самое несправедливое из психических расстройств. Поясню свою точку зрения. Плохие, условно плохие люди, среди них встречаются не просто редко, крайне редко. Итак, вы видите удивительное открытие. Плохие люди не страдают шизофренией. То есть, страдают шизофренией хорошие люди. А что это дает? Ну, смотрите, у нас все время постоянно идут какие-то склоки между жителями России. Одни с удовольствием смотрят на Запад и говорят, что на Западе, там, скажем, в Соединенных Штатах живут цивилизованные люди. Там высокоразвитая цивилизация. Другие говорят, нет, американцы пиндосы. Наоборот, в России это страна духовных скреп, в России у нас духоподъемное население, у нас много хороших людей. Где правда? Где хорошие люди, где плохие? Как сравнивать? Ведь нет же такой характеристики, нет никаких опросов общественного мнения, сколько плохих и сколько хороших. Но, теперь у нас появился, в результате открытия Мурада Султанова, у нас появился некий философский камень, некая мера, с помощью которого мы можем сравнивать население. Действительно, там, где население страдает шизофренией, там много людей хороших, а плохих там мало. Потому что плохие шизофрении, как видите, не страдают. Ну вот, мы посмотрим сейчас на эту карту, диаграмму, и мы видим, что очень много хороших людей в Соединенных Штатах, в Канаде и очень много в Австралии, много в Китае. Там часто встречается шизофрения. Это данные всеми организаций здравоохранения за 1990 год. Официальные данные. Обратите внимание, в России и Африке шизофрении очень мало. Это означает, к сожалению, что очень много плохих людей живет в Африке и на большей части территории Евразии. И что прискорбно в России. А вот последние данные. Это тоже самое Всемирная Организация Здравоохранения. Это уже 2017 год. Если вы присмотритесь и сопоставите два этих кадра, то вы увидите, что на самом деле за истекшие 27 лет значительно прибавилось хороших людей. И напротив, уменьшилось количество плохих в целом ряде регионов. Отчетливо это заметно в Южной Америке, Месоамерике, Восточной Европе явно стало больше хороших людей и больше, соответственно, шизофрении. А вот, к сожалению, на территории России и на территории Африки этого не произошло. Что же такое? Почему у нас на территории России до сих пор очень мало хороших людей? Ну, надо вам сказать, что я тут же порылся в нашей собственной отечественной статистике. И я увидел, что было время, а это было время 10-й, 11-й год, вы помните, что Россия развивалась очень и очень неплохо в нулевые годы, то рост шизофрении шел буквально взрывообразный. Причем как по Российской Федерации в целом, вы видите, что это можно измерить даже десяткам процентов, так и самое интересное, что в моем родном городе, в Москве, вы видите двухзначный рост шизофрении всего лишь за год. Это говорило о том, что количество хороших людей в моем родном городе сильно увеличилось. Почему же все сошло на нет? Вот сейчас сплошное расстройство с психическим здоровьем россиян. Количество суицидов падает, количество психических расстройств, в том числе шизофрении зарегистрированной, падает. Это говорит о том, что опять среди нас начали преобладать плохие люди. Я думаю, ответ на это, в общем, простой. Очевидно, что нас добивает кризиса. Когда человеку трудно, то он вряд ли будет хорошим. И когда человеку трудно, он становится плохим. А плохие люди, согласно Мураду Султанову, конечно же, не болеют шизофрением. Но открытие Мурада Султанова даже, вообще-то говоря, не зацикливается, не ограничивается обществом и социальными науками. Его открытие может использоваться напрямую в медицине для профилактики шизофрении. Действительно, вот чем мы располагаем на сегодняшний день? Какими профилактическими мерами? Ну, очень простыми. Не ссориться, вести разберенный образ жизни, вести себя, поддерживать свое здоровье. То есть, ну, самые общие рекомендации, которые, какое они имеют отношения к шизофрении, неизвестно. Теперь же нам совершенно ясно, что все дело воспитаний. Если плохие люди шизофренией не страдают, все очень просто. Воспитайте из ребенка плохого человека. Он никогда не заболеет шизофренией. Дайте ему в руку биту, и все, поверьте мне, будет нормально. Ну, вы мне скажете, а откуда берутся такие поздания? Ну, откуда, собственно говоря, как господин Мурат Султанов учит психиатрию? Послушайте. Сами больные шизофренией, например. Какие есть первые признаки, которые человек может сам на себе почувствовать? Какие мысли, какие чувства могут наткнуть меня на мысль, что я, возможно, заболеваю шизофренией? Ну, вместо того, чтобы самому ответить на этот вопрос, я посоветую людям почитать. И почитать не учебник психиатрии, а почитать палату номер 6. Поверьте мне, я снова восторщаюсь к своему утверждению, что психиатрию можно изучать на примерах из мировой классики, в частности русской классики по психиатрии. Интересно. Так что это очень тяжелое произведение, мне потребовалось больше 20 лет, чтобы перечитать во второй раз произведение, потому что оно производит, если честно, жутко гнетущее впечатление на человека, очень сильное произведение. Ну, видите как, если человек вместо научной литературы по своей специальности 20 лет читает художественные произведения, то, конечно, это беда. Более того, это в значительной мере, конечно же, подмывает ту информацию, которую он выдает, потому что, скорее всего, как мы предполагаем, речь идет о каком-то художественном или политическом преувеличении. Как бы то ни было, мы тоже являемся знатоками русской литературы и хотели бы тоже процитировать русскую классику. Беда, коль пироги печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Это тоже классик Крылов, басня «Щука и кот». Я думаю, это в полной мере относится к господину Мураду Султанову. Спасибо вам за внимание.